Жителям сибирского города Барнаула не привыкать к перепадам температуры. Летом жара плюс 35, зимой мороз минус 40. В январе этого года по всей России прогремела история с котом Твиксом, заплутавшим в вагоне поезда. И проводница, не сумевшая найти его хозяина, решила просто высадить кота на следующей станции. В результате животное нашли замерзшим на морозе вблизи железной дороги. Случай стал исключением из правил. История погибшего кота облетела рунет. Итог. Обсудили проблему даже в Государственной Думе. Теперь перевозку животных в пригородных и поездах дальнего следования будут регламентировать строже. При проведении мероприятия по определению статуса животного с владельцем он или без владельца, фиксируя, что это животное без владельца, мы дальше начинаем с ним взаимодействовать. И все зависит опять же от места. Если говорить о поездах, то мы выделяем соответствующим образом сформированные отдельные переноски ящики, которые будут в каждом поезде. И они уже сейчас в большинстве есть. И ранее для перевозки домашних животных пассажиров обязывали покупать на них билеты. Недавно в стране ввели новую опцию в мобильное приложение. Теперь при покупке билета для питомца можно указать его вид, кличку и описать внешний вид. По этим вводным проводники будут опознавать потеряшек. Оказалось, это необходимо. Обелеченного твикса высадили из вагона лишь потому, что не стали тратить время на поиск его хозяина. Пренебрежение к братьям меньшим – причина маленькой трагедии, о которой знает вся страна. Вот я три года, как завела питомца, живу без моря. Потому что в самолете опасно, там умирают собаки в багаже, в багажном отделении. И как бы на поезде это слишком долго до моря ехать, отпуск заканчивается быстро. Ну, у меня просто собака, у нее как сепаративная тревога, она без меня очень сложно переносит. Ну, вот надо как-то искать, я вот три года пока не могу найти. Животные без сопровождающего довезут до ближайшего крупного вокзала и передадут транспортной полиции. Своих животных пассажирам нужно перевозить в специализированном вагоне в переноске. В одном купе поездов дальнего следования не более двух маленьких животных или одно крупное в наморнике. Опасение вызывает еще одна проблема – дачный сезон, как правило, срок использования питомцев, которых оставят на дачах после отъезда. С учетом того, что у нас садово-огородный период впереди, и пригородное сообщение транспортное, оно является в этот период критически важным. Мы каждый год фиксируем порядка там нескольких сотен тысяч потерявшихся просто животных. Нам укрепить вот это направление, это было бы приоритетно. От самого владельца тоже ждут ответственности к братьям меньшим, чтобы длинный путь питомца в транспорте не стал последним. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.